В общем, парни, по поводу прошлого выпуска, топ-5 диджеев, там было сказано, что Skrillex гей, но я с ним встретился, вот, кстати, фото-пруф, и он мне сказал, что он не гей на самом деле. Вот, поэтому, извините за такую ошибку, сценарист, который это написал, получил уже по шее, а для себя усвоил такой урок, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну, а сегодня мы узнаем о пятерке людей, которые действительно были геями или бисексуалами, некоторые из них, и оставили след в истории, и при этом кое-кто еще до сих пор оставляет. Заинтригованы? Поехали. Открывает наш топ-преемник Стива Джобса на посту главы корпорации Apple Тим Кук. Тим Кук начинал свою карьеру в таких компаниях, как IBM и Компакт. В 1998 году Стив Джобс предложил Куку работу в Apple. Его первая должность была старший вице-президент по глобальным операциям. Первое, что сделал Кук на посту, закрыл заводы и склады, перейдя на схему с поставщиками по контракту. Предчувствуя необходимость, Кук стал инвестировать в долгосрочные сделки, например, связанные с флеш-памятью, гарантируя стабильные поставки такого ключевого компонента для iPod Nano, iPhone и iPad. В 2011 году Стив Джобс ушел в отставку и новым CEO Apple по рекомендации Джобса был назначен Тим Кук. В 2011 году его суммарное вознаграждение за год составило 380 миллионов долларов. Плюс Кук владеет акциями компании на 442 миллиона долларов, которые он планирует потратить на благотворительность. Кук утверждает, что его стратегия управления сфокусирована на людях, стратегии и исполнении. В 2014 году Тим Кук сделал камин-аут, то есть признался на весь мир, что он гей. Кук надеется, что его поступок вдохновит других геев на принятие себя и на борьбу за свои права. Продолжает наш топ один из величайших рок-певцов в истории. Солист группы Queen, чей концерт, или точнее один из концертов, собрал 120 тысяч человек на стадионе Уэмбли. Его невероятные снические образы и эксцентричная манера поведения на сцене известны даже людям, которые далеки от музыки. Певец, которому воздвинуты памятники, один в Швейцарии, другой в Великобритании. Именно он исполняет песню We Are The Champions, которая стала неофициальным гимном победителей крупных спортивных соревнований. А также исполнитель песни, которую можно узнать уже по этой картинке. Все это и многое другое про парня по имени Фарух, более известного на весь мир как Фредди Меркьюри. Что касается темы нашего топа, то Фредди технически не гей, он бисексуал. Он жил 7 лет с женщиной по имени Мэри Остин, которая после их расставания стала его личным секретарем. Он считал Мэри своим единственным и настоящим другом и фактически женой. Официально они не были женаты. Журналисты всячески пытались провоцировать Меркьюри на признание в своем гомосексуализме, но тот никогда прямо в этом не признавался. Утверждения прессы после смерти музыканта о том, что Фредди был гейм, основывались в частности на интервью с людьми, лично знавшими Меркьюри. Гитарист группы Queen Брайан Мэй через неделю после смерти Фредди дал интервью, в котором сказал, он был геем и особо не скрывал этого. А на концерте памяти Меркьюри, прошедшем весной 1992 года, об открытой бисексуальности певца упомянул Джордж Майкл. Плюс выходили некоторые книги, в которых либо свидетели описывали гомосексуальные отношения Меркьюри, либо его партнеры писали об этом. Имя Фредди Меркьюри стало своеобразной маркой в музыке, синонимом рока 80-х. Многие современные певцы берут имидж, исполнительскую манеру и образ Фредди за образец, однако еще никому не удалось добиться такого же успеха, какого смогли достичь Фредди Меркьюри и Queen за 20 лет совместной работы. Петр Ильич Чайковский Миниатюры, хоровые сочинения, концерты, всего просто не перечислить. И, конечно же, вальс цветов. Как он прекрасен. Тайна Чайковского, связанная с темой нашего топа, стала широко известна после 1923 года, когда были опубликованы его дневники, переведенные на многие европейские языки. В своем письме брату Анатолию Петр Ильич пишет После истории женитьбы я, наконец, начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, как хотеть быть не тем, чем я есть по своей природе. Имеется в виду неудачная женитьба на Антонине Милюковой, при помощи которой он надеялся побороть свое нетрадиционное влечение. Также он писал брату следующее. Я хотел бы женитьбы или вообще гласной связью с женщиной зажать рты всякой презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинить огорчение людям, мне близким. Однако гомосексуальность композитора стала причиной того, что брак через несколько недель распался. Официально Чайковский умер от холеры, но после его смерти стали распускать слухи, что он покончил с собой из-за страха преследований за гомосексуализм. Слухи эти были опровергнуты сотрудником Ельского университета Александром Познанским, который тщательно разобрал и исследовал эту легенду. Мы все расточаем свои дни в поисках смысла жизни. Знаете же, смысл жизни в искусстве. Именно этими словами классик мировой литературы Оскар Уайлд закончил свою лекцию, ренессанс английского искусства, проведенную в Америке. Зал взорвался аплодисментами. Роман «Портрет Дариана Грея» принес английскому философу, писателю и поэту мировую славу. Этот роман экранизировали более 30 раз. Один из самых парадоксальных умов в истории человечества. Всю жизнь противостоял всему официальному. Противостоял общественному мнению и давал ему пощечину. Все тривиальное его раздражало, все безобразное отталкивало. Единственное прибежище от пошлости, скуки и монотонного однообразия Оскар с юных лет видел в искусстве. И это слово он писал с большой буквы. В 1884 году писатель женился и быстро обзавелся двумя сыновями. Семейное счастье продлилось недолго. В 1886 году Оскар Уайлд познакомился с 17-летним студентом Оксфорда Робертом Россом, который его и совратил. Впоследствии он знакомился и с другими мужчинами, за что и был приговорен к двум годам каторжных работ. Тюрьма сильно подорвала его здоровье. Близкие и многие знакомые отвернулись от него. Оскар Уайлд скончался в изгнании во Франции от острого Менингита, вызванного ушной инфекцией. Смерть Уайлда была мучительной. За несколько дней до ее прихода он потерял дар речи и мог общаться исключительно с жестами. Этот парень настоящий босс. Алан Тюринг сделал огромный вклад в информатику и в теорию искусственного интеллекта. Во время Второй мировой войны именно Тюринг разработал ряд методов взлома для дешифровки немецкого шифратора Enigma. По его проекту был разработан первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой. И, конечно же, Алан был автором теста, который назван в честь его. Тест Тюринга. Суть теста заключается в следующем. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает. С человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Все участники не видят друг друга. Если судья не может сказать определенно, кто из собеседников является человеком, то считается, что машина прошла тест. Еще ни один компьютер не прошел этот тест. Ну, точнее, якобы один прошел, но в итоге это был всего лишь чат-бот. Вот он, кстати. Методика проведения этого теста являлась некорректной и не выдержала никакой критики. По расчетам самого Тюринга, компьютер сможет пройти этот тест лишь к 2029 году. Что ж, посмотрим. А теперь о грустном. Гомосексуальная активность между мужчинами во времена жизни Аллана считалась незаконной в Соединенном Королевстве. Когда Аллан признался в своей такой связи, ему был предложен выбор между тюремным заключением и гормональной терапией, призванной подавить либидо. Ученый предпочел инъекции Сильбестрола, чтобы иметь возможность продолжать работу над своими проектами. Это лечение продолжалось один год, что привело к импотенции и гинекомастии. Из-за предъявленного обвинения Тюринг потерял свою работу, да и в целом его имя покрылось темными пятнами. В результате великий ученый, который вполне еще мог подарить человечеству новые открытия, покончил с собой. В 2009 году Аллан Тюринг был признан одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании. А в 2013 году королева Великобритании Елизавета II официально помиловала Тюринга за обвинения в непристойности. В общем, такие дела. Чему это видео может нас научить? Тому, что не важно вообще, кто ты. То есть гей ты, натурал ты. Важно, что ты делаешь, какой вклад ты сделал в жизнь, что ты полезного сделал. Вот это очень важно. Потому что если единственное, чем ты гордишься, это то, что ты натурал или то, что ты гей, это мне тебя жалко, парень. Поэтому делаем дела, остальное не важно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под это видео, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании и на экране, ведь именно там можно голосовать в топах. А также предлагаю вам посмотреть 10 неэтичных вещей, которые можно купить законно и мысли, о которых ты не догадывался. Кликай сюда. Кликай сюда.